Девочки, ну вот, дальше мы будем с вами делать подклад. Подклад делала сама Яниша и я. Этот подклад на липучках. Вот я на липучке насаживаю. На липучке. Вот мы его чухольчик пустенько надели на место. Всё. Ну, теперь будем шить края, смотреть, как я это всё делала на нашу сумку-саквояж. Сейчас, что у нас есть чат любителей плетения. Там мы, у нас уже достаточно много, очень много. У нас уже более 900 человек. 900. Вы там можете выставлять свои работы, показывать. Мы будем восхищаться ими. Если вы только начинаете плетение, мы вам плести, мы вам всё подскажем, поможем. Команда у нас там дружная. Нет ни склок, ни трения никаких. Как бы, если что-то происходит, у нас на это есть администраторы, которые следят за этим. Ну, так, дорогие друзья, здравствуйте. Начинаем мы делать подклад на нашу сумку-саквояж. Для этого нам понадобится подкладная ткань. У меня она вот такая. Я её обожаю. Это мой любимый цвет. Подклад. Дальше нам понадобится бумага. Если у кого есть калька, не калька, а именно бумага для непосредственно выкройки, калька, то можно использовать её. У меня, к сожалению, такой бумаги нет, поэтому я буду в качестве выкройки использовать нашу обычную потребительскую бумагу, с которой я кручу трубочки. Дальше что нам понадобится? Обязательные иголочки, которыми мы будем закреплять нашу выкройку. Иголки. Если вы будете шить вручную, соответственно, машинка, если вы будете строчить это на машинке. Дальше нам понадобится сантиметр для измерения. Ножницы. Ножницы. В качестве подклада я хочу попробовать на дно использовать вот такую салфетку. Это купленная салфетка в фикс прайсе. Хочу её использовать для дна. Честно скажу, в процессе я вам скажу, вы увидите, использовала я её или нет. Думаю, для прочности и чтобы как бы поровнее было. И хочу также на своей коробке, вот на этой, да, коробульке, по стенкам, чтобы этот чехол был съёмный всё-таки, а не постоянный, я хочу использовать вот такую ленту. У меня, к сожалению, белой ленты нету, но я её постараюсь пришить вот так вот аккуратненько, чтобы она не была видна. То есть, одну я прикреплять буду непосредственно к самому плетению, а вторую часть я буду прикреплять её на чехол. Если у вас такого нет и вы хотите, чтобы этот чехол был несъёмный, вы просто его по периметру просто приклеите или пришьёте аккуратненько в каких-то местах, да, зафиксировать, но аккуратно, чтобы здесь не было видно ваших ниточек. Такое тоже может быть. Ну всё, мы теперь с вами замеряем размеры нашей корзинки. Чехол будет только у меня внутри большой корзины. На крышке здесь я сделаю подклад просто, возможно, я подумаю ещё, не буду говорить точно, в процессе тоже скажу, возможно, сделаю подклад и сюда в крышечку, ну, чтобы это как-то гармонично, симметрично, красиво смотрелось. Но сюда я уже, наверное, крышку буду делать не, ну, на крышку не съёмный чехол, чтобы уже с этим не задумываться. Сюда хочу съёмный для того, что здесь всё-таки это часть, которая будет использоваться постоянно, и чтобы можно было снять и постирать, да, и всё это смотрелось всегда у нас чистенько и опрятно. Вот, я вырезала уже для себя выкройку. Мне это проще, я не швея, поэтому я всегда стараюсь себе сделать выкройки. Это боковая часть, то есть это сбоку часть, которая у нас будет, да, у коробки. Это донышко. Размеры его 24, ой, 26 сантиметров на 15 сантиметров. Всё это я тоже себе подписываю и отмечаю. Также на нём пишу, что это дно. Следующая у меня заготовка, это боковина. Размеры её 26, то есть это равнозначные нежные. И боковинка 13 сантиметров. Это та часть, которая у меня длинная сбоку у короба. И наша боковая часть, которая у нас с этой стороны, она у нас идёт размером 15 сантиметров шириной, так как она идёт вбок и по дну. И высотой 13 сантиметров. То есть она равнозначна вот данной части. Дальше. Теперь, что я ещё сделала? Я ещё всё-таки вырезала из салфетки вот такое донышко. Края немножко закруглила. Ну, так, образно, чтобы они с двух сторон более-менее одинаковые были. Ширина у меня идеально подошла под мою... Вот мою крабульку. Я её больше делать и не буду. То есть она, ну, чуть-чуть вот поменьше, но мне это вообще идеально. Как я её сделаю? Я её возьму, подложу между тканью и прострочу или прошью по... ну, её внутри. Прямо по контуру. И потом пришью боковинки. Ну, вот так вот. У меня просто там ещё ткань подложена. Поэтому вот таким образом по периметру прокалываем. Можно взять мелок, либо светлый какой-то карандаш. И не забывайте делать отступ от выкройки. Ну, я делаю один сантиметр. Кто-то делает меньше. Я делаю один сантиметр. Поэтому не забывайте. Обводим по нашему лекалу и делаем отступ один сантиметр. И вырезаем с отступом один сантиметр. Я это всё вырежу и вам покажу. Вот, дорогие мои, вырезала я уже заготовки. Даже ещё сделала... Вырезала из кожи вот такие кусочки шириной 6 сантиметров. А длиной взяла одну по моей заготовке длинной. по боковушке длинной. Вот закрепила я свою туда картонку. Сейчас покажу. Голословить. Вот она. Я её туда вложила. Закрепила по периметру иголками. Сейчас я это всё наметаю. Я тут придумала сделать вот такую кожаную вставочку для того, чтобы я на неё потом приклею вот эти липучки. Чтобы можно было снимать и одевать. И поэтому у меня здесь длина вся эта увеличилась. Я сейчас посмотрела всё это. Я думала уже просто-просто кинуть ножку и сюда, и всё. Смотрите, тоже симпатично уже. И всё, и делов-то не надо ничего. Но я решила, что вот это дно мне всё-таки надо пришить. Поэтому я сейчас вот это вот всё отутюжу. Вот это. Отутюжу. Приложу все свои лекала, которые я делала, да, из бумажной. Бумажные свои лекала. Сейчас я покажу их. Я отпущу. Вот эти бумажные свои лекала. Замерю всю их высоту. И пришью к своему донышку. И вам обязательно покажу, что у меня получилось. Ещё раз, девочки. Не кидайте меня гнилыми помидорами. Я не супер швея. И вообще я не швея. Я это делаю всё так. Как мне кажется было бы. Я вообще шить не умею. Это для меня такой экспромт. Потому что всё-таки захотелось, чтобы здесь было чехол. Если кто помнит, у меня есть сумка, да, на конве. А там этот подклад вообще приклеен. Просто приклеен. Поэтому как бы для меня шитьё это хуже некуда. Вот, ну всё. Я сейчас доделаю дно, прикреплю, приклею и покажу. Дно сделаю и покажу вам, что у меня получилось. Перед тем, как я буду ставить уже липучки. Вот так выглядит мой такой подклад. Показать в другую сторону я пока не могу, к сожалению. Я обязательно это покажу. Мы же всё равно ещё будем продолжать работу. У меня вот здесь я приклеила эти свои полосочки чёрные. Не хотелось бы тоже показывать, пока. Вот они клеятся. Липучки. Потом я чуть-чуть приметаю их всё-таки к изделию и к коже, которую сделала с той стороны. Что я буду делать с крышкой? Я сначала думала сразу приклеить сюда подклад, но потом я вспомнила о том, что нам нужна здесь ручка. И чтобы мне подклад не протыкать, когда я буду вставлять винты ременные, я решила, что я сначала установлю ручку вот на эту сторону, а потом я сюда уже приклею подклад. И тогда у меня будет всё аккуратно смотреться. Вот. Ну, тут уже всё понятно, я надеюсь, да, с подкладом, как мы сделали. Здесь я уже после того, как мы с вами будем уже собирать ручки, устанавливать фурнитуру, вы это тоже всё обязательно увидите. Поэтому в этом плане не переживайте. Но на сегодня у меня это видео всё. Пока у меня клеится, сохнет, перед тем, как будем устанавливать ручки, я вам всё это покажу ещё раз, что у меня в итоге получилось. всё. Субтитры